Всем привет! Вы на канале ProfiFootball, и в этом видео я отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. Так сказать, немного расскажу о себе. Я расскажу, где тренировался, за какие команды играл, почему так часто критикую онлайн-футбол, и отвечу на ваши многие другие вопросы. Итак, начинаем! И первый вопрос меня очень часто задавали зимой, и вообще постоянно задают, это «Где ты живёшь? Где можно найти такое поле, на котором я чаще всего снимаю? И почему зимой нету снега?» Значит, живое в Польше, в городе Краков, и, соответственно, поле можно найти такое здесь. Их тут вообще очень много, вот в Кракове живёт где-то около 600 тысяч, и на такой город приходится около 100 искусственных полей. Вот, следующий вопрос. Во сколько лет начал заниматься футболом? Футболом начал заниматься в 6 лет. Мама меня привела в детско-минжескую спортивную школу Олимпийского резерва в городе Облинске, так как я очень часто играл во дворе с ребятами, которые были, кстати, старше меня в футбол, и мне это хорошо достаточно получалось, поэтому меня решили отдать на секцию футбола. Следующий вопрос. На какой позиции ты играешь, на каких играл раньше? Значит, с самого детства я начинал играть нападающего, чистого, потом перешёл на атакующего полузащитника, то есть оттянутого нападающего, который находится перед центральными полузащитниками и имеет такую большую свободу действий. И дальше, где-то лет в 14 я перешёл на позицию крайнего полузащитника. Могу играть как справа, так и слева, но больше всего люблю играть слева, это вообще моя любимая позиция, потому что я могу уйти в центр, пробить с правой ноги, достаточно неплохо бью, и также хорошо подаю слевой. Но мы переходим к следующему вопросу. Вот здесь вопросы о футболистах. Буду постепенно отвечать. Кто был твоим кумиром в детстве? Значит, с самого детства мне нравился Криштиану Роналду, когда он ещё играл за Манчестер и Найдер. Я постоянно за ним следил, вообще не пропускал ни одной игры. Но потом, когда он перешёл в Реал Мадрид, он как-то мне уже разнравился. То есть мне кажется, что это уже не тот Роналду, который был в Манчестере, и тогда у него прям глаза горели, он хотел играть, молодой. Вот. Поэтому так. Кумиром в детстве моём был Роналду. Какой групп нравится больше всего? Ну, как я уже сказал ранее, сначала нравился Криштиану Роналду, затем стал нравиться Неймар, когда он играл, начинал играть в Сантосе. Вот. И первые годы в Барселоне у меня даже была такая же прическа, как у Неймара. И на тренировке меня также называли. Ну, а затем я уже как-то перестал выделять какого-то игрока, а стал следить за большим количеством игроков и выделять для себя какие-то хорошие качества того или иного футболиста. Так. Следующий вопрос. За какой клуб болеешь? Ну, это я с детства болею за Манчестер и Найдер, и даже дело не в Роналду, когда он уже ушёл в Реал, я всё равно продолжал болеть за Манчестер. Сейчас, конечно, это далеко не тот клуб, который был, когда его тренировался Раликс Феркусон, даже после ухода Роналду. Всё равно Манчестер был, ну, просто, как мне кажется, великолепный клуб, очень хорошо играл, а вот потом, когда сыр Алекс ушёл в отставку и его взяли другие тренера, уже начали тренировать, это уже, конечно, совсем не то. Но так я вот болельщик Манчестер Найдер. Кого считаешь лучшим игроком в истории футбола? На самом деле, над этим вопросом я так часто не задумывался, вот, ну, возможно, возможно, Месси, потому что он на протяжении долгого времени показывает очень хороший уровень футбола. Есть ли у тебя медали? Да, медали у меня есть. Вот сейчас вы видите фотку. Это, значит, фотка сделана тогда, когда мне где-то 16 лет. Это все медали, которые я заработал за выступление в детско-ношеской спортивной школе. Также есть вот два кубка, я здесь держу, но их больше. Есть ещё личные награды, там, лучший бомбардир, лучший игрок. Вот, просто это, как бы, самые такие значимые кубки. Занимался ли какими-то другими видами спорта, кроме футбола? Да, занимался, значит, был период такой в карьере у меня, когда, значит, зимой давали месяц отпуска, и нечего было делать, а я очень любил кататься на лыжах. Вот, ну и чтобы свою технику улучшить, я пошёл в секцию лыжную, там начал тренироваться, но я тренируюсь всегда в полную силу. Вот, меня стали брать на соревнования, то есть, начался очень хороший прогресс, и даже когда я уходил, меня не хотели тренера отпускать, приглашали на сборы в Сочи, то есть, говорили, что всё, сами оплатят, только чтобы я остался, но я всё-таки ушёл, как бы, потому что футбольный сезон начался, и у меня была цель только в футбол. Хотя, не знаю, может быть, надо было попробовать. И там, и там, потому что перспективы были. Также я занимался лёгкой атлетикой, там у меня даже есть какой-то разряд. Мы ездили на соревнования областные, вот, и, ну, городские, естественно, выиграли командой, ну, я выиграл полтора, там, на 800 метров. Потом поехали на областные, я даже, команда наша не выиграла, но я выиграл, как бы, с своей дистанции, это полтора километра и 800 метров. Мне дали разряд и готовы были взять на региональные соревнования, это уже практически чемпионат России, вот. Но у нас был турнир по футболу, и я не поехал на него. А вообще занимался, да, лёгкой атлетикой, у меня тренер по физкультуре, был мастер спорта по лёгкой атлетике, и она вела секцию, эта женщина была. Я ходил там, чтобы свою стартовую скорость улучшить, поэтому знаю несколько упражнений, ну, достаточное количество. И также занимался гиревым спортом, но это был тот момент, когда тренер мне сказал, что нужно набирать мышечную массу, потому что был переходный возраст, и все как-то стали крепче, а я остался таким же, и, соответственно, проигрывал в силовой борьбе, в физической силе. Вот, ну, я пришёл в зал, и там был, то есть, инструктор, вот, 15 лет было, и я попросил, что вот я для футбола нужно мышечную массу мою, как бы, увеличить, а он вёл гиревой спорт, это был там титулованный тренер, и, значит, он мне давал упражнения и немного подтягивал гиревому спорту, то есть, какие-то упражнения делал, и там, поднимал гирю вверх, и у меня как-то тоже начался хороший такой прогресс, где-то три месяца я тренировался, вот, и потом было соревнование, чемпионат области, он хотел меня на эти соревнования взять, но я как-то испугался тогда, потому что я совсем не представлял, как и на соревнованиях на этих, там, выступаю, вот, я как-то плавно слился, то есть, даже не пришёл на тренировку и так далее, и просто ушёл оттуда, и всё, но, как бы, почерпнул для себя там тоже очень многое, потом, конечно, пришёл, поблагодарил тренера, сказал, спасибо большое, вот, ну, вот такими вот видами спорта я занимался. Замечали тебя когда-то скауты-селекционеры? Да, замечали, это было несколько раз, в основном это, конечно, была не такие сильные клубы, то есть, это первая лига Белоруссии, вторая лига России, но был один момент, когда самая, наверное, такая сильная академия, меня заметила это в детстве, академия Краснодара, могу рассказать тут поподробнее. Значит, мы играли игру, и вот после этой игры к нам в гостиницу зашёл селекционер. Меня в гостинице не было, но меня стали звать, говорят, хотят с тобой поговорить. Вот, я прихожу, в каком-то номере сидит, значит, человек, вокруг него очень много моих одноклубников, он показывает какие-то документы, фотографии и так далее, и говорит мне, вот, десятый номер мне понравился, хочу, как бы, взять тебя на просмотр. Я даже не помню, честно сказать, что я тогда ему ответил, но после этого, значит, мы на следующий день снова играли игру, кстати, в 5-0 проиграли, но там, то есть, это не по игре было, там, до забитого гола, вот, кто пропустит, тот и первый посыпется. Нам просто не повезло, там, я в штангу попал, были ещё моменты, и, ну, факт в том, что я был очень злой, после игры шёл, он прям подходит ко мне, вот, я иду, то есть, в раздевалку уже, он подходит, говорит, ты меня заинтересовал, хочу видеть тебя на просмотре, в своей команде, как можно связаться с твоими родителями. Вот, у меня был зол, говорю, говорите с тренером. Он подошёл к тренеру, тогда, кстати, Краснодар не был ещё таким известным, то есть, этот клуб не играл ещё тогда в премьер-лиге, вот, и тренер, как бы, сказал, что с психологической точки зрения сейчас лучше не переходить в другие команды, время ещё будет и так далее, то есть, отказал этому селекционеру, к тому же, клуб не особо известный тогда был. И после этого он ещё раз ко мне подходил, спрашивал, как можно связаться с твоими родителями, поехали, у тебя, типа, есть шанс попасть, вот, перспективы. Но я тоже ему отказал, сказал, что не считаю, как бы, нужным, и всё. Вот, не знаю, насколько правильно это было решение, но, возможно, правильное. Следующий вопрос. Получал ли ты травмы? Если да, то какие? Да, получал несколько видов травм, значит, при переходе во взрослую команду с детской мужской школы получил травму паха, затем, уже тренируясь в взрослой команде в России, мне делали операцию на колено, это был такой рецидив детской травмы, можно сказать, вот, и затем уже было ещё растяжение голеностопа, это после того, как я отыграл сезон за гоми. Следующий вопрос. Откуда ты берёшь информацию о различных упражнениях? Значит, ну, я тренировался, играл во многих странах, вот, играл в России, в Белоруссии, в Польше, тренировался в Украине, а также присутствовал на различных тренировках в разных академиях, вот, и ещё учусь в Академии выхования физичного эго, это как бы Академия физического воспитания в Кракове. Вот, и в совокупности из этого всего я вспоминаю какие-то упражнения на те или иные качества и показываю вам. Следующий вопрос. Каких русскоязычных футбольных блогеров смотришь? Как относишься к Акаду? Из русскоязычных я смотрю. Так, что я смотрю? Красава смотрю, смотрю фудхакера. Кстати, вот могу сразу ответить на вопрос, будет ли на канале фристайл, обучение фристайл. Ну, скорее всего, не будет, потому что я же не профессиональный фристайлер, зачем мне делать то, что, как бы, есть другие каналы, которые делают это гораздо лучше, потому что они тренировались, они знают основы и так далее. Я этого не знаю, поэтому не вижу смысла мне делать какие-то обучения. Вот, допустим, фудхакера смотрю, там можно увидеть различные трюки, какие-то даже сложные элементы, иногда интересно поучиться. Вот Игорь Олейник хорошо показывает. Так, что я еще смотрю? Живой футбол смотрю, Алексей Гуркин смотрю, там тоже интересные интервью с футболистами, какие-то упражнения можно для себя подметить. Вот, так. Ну, больше, наверное, прям вот, чтобы я смотрел, прям вот не пропускал выпуски, таких каналов, наверное, русскоязычных нету. Ну, конечно, в предложениях попадаются различные видосы, и я, конечно, какие-то включаю, там, Герман, разный, там, Эльхан и так далее. Вот. Как отношусь к Амкалу, сразу хочу сказать. Хорошо отношусь, молодцы, что придумали такую идею. Хотел бы я попробовать играть в Амкале? Ну, возможно, когда-то бы хотел. Пока что у меня есть шанс попробовать себя в профессиональном футболе. Я, как бы, не планирую туда идти. Вот. Но если вдруг что, то я бы, конечно, был бы не против там поиграть. Почему хейтишь онлайн-футбол? Вот этот вопрос мне, кстати, очень часто задают, когда я его как-то критикую и спрашивают, с чего начался конфликт. В общем, конфликта-то такого особого нету между нашими каналами, но я расскажу, почему я стал его критиковать. Значит, вообще, как я обратил на это внимание. Я уже как-то об этом рассказывал, в виде разоблачения футбольных винтов, но там всё быстро рассказал, могу сейчас поподробнее рассказать. Значит, я приехал как-то в Гомель, мне нужно было забрать свои документы для того, чтобы перевезти их на польский и поехать на просмотр. Вот приезжаю я, там нужно было подождать директора, чтобы он мне всё это оформил, попросить его точнее. Вот. И сижу на трибунах, просто смотрю, и там на поле тренируются какие-то парни. Ну, я не знаю, тренировка у них была или что, там без тренера они играли. В общем, наверное, перед тренировкой собрались, заранее пришли. И был такой один парень, вот, он постоянно выполнял какие-то непонятные финты, ну, то есть финты, которые в футболе не пройдут. То есть это не футбольные финты. Вот. И прям так эмоционально ярко реагировал, прям психовал. То есть партнёры на него кричат, он кричит им в ответку. Вот. И психует, что у него не получается. То есть он финт делает. То есть не то, что у него финт не получается, финт у него получается, но просто защитник постоянно отбирает мяч, не реагирует, там и так далее. Ну, проходит, значит, какое-то время, я подхожу, говорю, зачем ты, ну, что ты делаешь, ты же понимаешь, что эти финты не пройдут. Он, значит, так ярко начинает меня переубеждать, что, типа, нет, эти финты пройдут. Я смотрю одного блогера, вот он говорит, что эти финты точно пройдут, стопроцентные. Я говорю, кого ты смотришь, но он мне показал название канала. Я записал, говорю, думаю, приду домой, посмотрю поподробнее. Вот. Значит, пришёл там директор, я захожу, рассказал ему, где я нахожусь, попросил его сделать, всё, выхожу. Значит, снова тренируются это, как бы, эти игроки, но только они играют с какой-то другой командой, то есть они в разных манишках. Я даже не знаю, что это за группы, как Гомель, или там есть другие ещё. И снова там у них какая-то двухсторонка, что ли, типа, идёт, то есть игра в футбол. И вот этот парень снова получает мяч, значит, я решил остаться немножко посмотреть за его действиями. Ну, не только его, конечно, вообще просто посмотреть. Значит, он получает мяч, где-то в линии атаки он играет. Получает мяч, опять какие-то делают вот такие вот действия. Тренер на него кричит, говорит, ещё раз сделаешь, всё, я тебя заменю. Через где-то минут 7, может, случается момент, ему дают пас на фланг, и он делает какой-то, типа, вот такого финта. Да? Короче, естественно, защитник отбирает у него мяч, тренер не ворёт, что можно было спокойно обыграть, подать, прострелить, а ты занимаешься фигнёй, заменяет его. Конечно, было как бы со стороны немного смешно, как они там ругаются, как этот мальчик психует. Но, с другой стороны, было за него очень обидно, потому что он смотрит канал, который говорит, что делает так, он делает, а это не проходит. И почему я его критикую? Потому что он вообще противоречит тому, чему обучают в детско-мужских спортивных школах, различных академиях. Потому что он обучает тому, за что меня ругали, ругают вообще тренера. Вот поэтому я его критикую. И, то есть, этот человек вообще не разбирается в футболе. И вот, знаете, когда я это понял? Когда посмотрел несколько его видео, вот, в частности, это был видос, как научиться там отбирать мяч, стать хорошим защитником, я знаю, как-то так называется. Там он говорит о том, что нужно при отборе мяча смотреть не на мяч, а на корпус соперника. Ну, то есть, корпусом тебе в сторону показали и уйдут в противоположную. Ты, естественно, поверишь, если ты будешь смотреть на корпус. Это явно какой-то вред. И, значит, был такой канал Мир Футбола. Ну, и сейчас он есть. Вот, там у нас даже есть общий знакомый. Я знаю, человек играл в Динамо Киев, и он раньше делал обучающие видео. Вот, сейчас он делает более развлекательный контент, но раньше делал обучающие. И тогда он тоже выкладывал видео, там, как правильно отбирать мяч. И, значит, говорил о том, что вот Дима с канала Онлайн Футбол говорит, что нужно смотреть на корпус, это неправильно, нужно смотреть на мяч. Это действительно правильно. И, значит, проходит несколько месяцев, и канал Онлайн Футбол выпускает видео опять, как стать хорошим защитником, и уже говорит совсем другое. То есть, он уже говорит, что нужно смотреть не на корпус, а на мяч. Хотя недавно в своем видео он говорил, что нужно смотреть на корпус. То есть, сам себе противоречит. И я не знаю, у меня просто нету слов, вот как можно было такое сделать? И ему даже этот канал, Мир Футбола написал, Дима, откуда ты берёшь информацию, ещё недавно ты говорил совсем другое, вот даже я покажу вам этот коммент. Ну то есть человек, он не разбирается в футболе, он где-то берёт информацию, просто делает выпуск и так далее. Поэтому я его критикую, потому что я считаю, что если человек говорит неправильно, то нужно говорить, что вот он сказал, это неправильно, это неправильно, так не делайте, делайте так. Именно поэтому я его и критикую. Я, кстати, беру очень маленькую часть того, что он мог бы сказать, потому что там огромное количество ошибок, я бы мог о каждой из них говорить, но я беру только самые важные. Вот, например, когда он говорит, что нужно держать дистанцию в 3 метра от защитника при отборе мяча, я говорю, что так не нужно делать, потому что, естественно, если игрок будет двигаться на вас с мячом, а вы будете держать дистанцию в 3 метра, то ему даже не придётся вас обыгрывать. Вот по типу такого я говорю. В плане человеческих качеств я к нему претензий особых не имею, хотя, я не знаю, можно это судить по человеческим качествам или нет, но вот как можно было сделать такое? Вот вы знаете, что сейчас в России, да, растёт количество заболеваний, коронавирусной инфекцией, потому что люди в России менее ответственные, они соблюдают самоизоляцию. Я могу об этом говорить, потому что я вот нахожусь в Польше и вижу, что здесь, как только у нас ввели режим самоизоляции, сказали не выходить на улицу, на улице практически не стало людей, и сейчас эти меры ослабляют, потому что они помогли. Сейчас уже можно в масках, конечно, но можно выходить на поле, поэтому, скорее всего, появится какой-то контент на поле уже. Но если вы находитесь в России, вы, естественно, придерживаетесь самоизоляции. Если ты какой-то блогер, да, если ты имеешь какую-то определённую аудиторию, тебе нужно, наоборот, подавать хороший пример и говорить, что соблюдайте режим самоизоляции, как это делают большинство блогеров, вот, допустим, Герман и другие. Что делает онлайн-футбол? Он выпускает видео, которое называет «5 навыков удивить карантин, вышел на поле». Это что, вообще, что ли? То есть своим примером он подаёт пример тем своим фанатам, ну, какие-то люди же смотрят, вот, что типа «вот, я вышел на поле, удивляйте карантин, давайте, выходите, учите навыки, удивляйте карантин, типа, выходите на поле». И кто-то из этих людей может выйти, может заболеть, я, конечно, никому этому не желаю, но всё равно может такое случиться. И это будет очень плохо. То есть он, как блогер, имея какую-то аудиторию, должен подавать, наоборот, хороший пример, говорить, что сидите дома, придерживайтесь самоизоляции, потому что чем больше людей будут соблюдать правила, рекомендации врачей, то тем быстрее страна выйдет из этого кризиса. А он делает совершенно наоборот. Поэтому я не знаю, что вообще, у меня вот слов даже нет, как это можно трактовать. Следующий вопрос. Какой твой любимый финт? Ну, самый, наверное, мой любимый финт – это ножницы. Я чаще всего его делаю, плюс его можно делать разнообразно, большое количество раз, запутывать соперника, вот, и практически во многих ситуациях, то есть как на месте, так и в движении, поэтому, как для крайнего полузащитника, это, наверное, один из самых моих часто используемых финтов. Следующий вопрос. Когда будет рубрика «Играй как?» Значит, я понимаю, что эта рубрика вам очень нравится, и мне она очень нравится, но сейчас с Ютубом происходит какая-то фигня, конкретно с моим каналом, то есть из четырёх последних видео три удалены из рекомендаций, из поиска, из разделов Ютуб. Вообще их нету, то есть если даже вписать название видео в поиске, просто этого видоса там не будет. Я писал уже несколько раз, общался с поддержкой Ютуба, они говорят, что это всё связано с коронавирусной инфекцией, типа у них не хватает сотрудников, чтобы проверять видео и так далее, но почему-то, почему-то это происходит только с моим каналом. Я не знаю, у меня нет вот тоже этого объяснения, я им это пишу, они говорят, что тоже не знают, не знают, что мне ответить и так далее. В общем, и возможно, может быть, я не знаю, это связано с тем, что я беру какие-то примеры из матчей и показываю эти кусочки, Ютуб находит, может, какие-то совпадения, отправляет видео на дополнительную проверку и проверяет некому, поэтому он удаляет его отовсюду. Может быть поэтому, поэтому я думаю, что пока что я буду выпускать какие-то другие видео, а как только ситуация стабилизируется, так сразу выпущу несколько прям видосов из этой рубрики, потому что уже даже несколько видео готовых есть, вот, допустим, про Канте видео готово, а потом про Мбапе видео готово, но просто я их не выпускаю, потому что, ну, смысл, я вот выпустил видео, оно за день там набирает, да, 10-15 тысяч просмотров, потом его просто отовсюду удаляют, и люди, ну, не смотрят, вам не приходит ничего. Поэтому, ну, представьте, как мне, да, обидно, что я выпускаю видео, стараюсь долго его делать, а Ютуб просто берет, отовсюду его удаляют. Следующий вопрос. Расскажи про свою карьеру, в каких академиях тренировался, где играл, почему решил стать блогером и так далее. Я помню, что это видео должен был выпустить для вас достаточно давно, в Инстаграме, говорю, заходите, смотрите, вот. Но тогда не получилось у меня выпустить такой видос, потому что думал, что приеду в Россию, а там у меня есть все фотки, медали, там тогда были просто фотки, которые не цифровые, а такие, что фотограф снимал, показывал на фото, братья, ты выбирал, какую фотку ты хочешь, и он тебе ее распечатывал и продавал. Поэтому там у меня есть такие фотки. Вот, я думал, что приеду, все это сфоткаю, и, значит, сделаю такой видос, но тогда не получилось это сделать, потом я разбил свой телефон, и когда уже приехал, то совсем об этом забыл. Но сейчас, вот, я попросил маму, у нее сейчас время есть, потому что сейчас в России карантин, а тогда это было очень сложно сделать, потому что только я знаю, где у нее что находится, и она мне все пофоткала это, прислала, и сейчас такое видео уже есть в Инстаграме, то есть можете заходить, смотреть, там показываю, там, медали, фотки с различных игр, где я рассказываю, где я тренировался, играю и так далее. И сразу хочу сказать, почему я видосы своей карьеры решил выпустить в Инстаграме, не здесь. Потому что вот это видео, ответы на вопросы, я, скорее всего, через какое-то количество времени удалю отсюда, потому что хочу, чтобы на канале были только обучения, чтобы человек пришел на канал, выбрал для себя какой-то раздел, допустим, футбольные хитрости, смотрел и учился. Вот. А видео о своей карьере, которое тоже важно, чтобы вы понимали, откуда я вам даю такие упражнения, оно будет находиться в Инстаграме, который как бы более личный. Здесь это канал все-таки обучающий, там более личный. Поэтому оно будет там, вы всегда можете зайти, посмотреть и получить эту информацию, которую вы хотите. Так что заходите, ссылка на Инстаграм в описании. Ну а прежде поставьте этому видео лайк, напишите какой-то комментарий, чтобы оно продвигалось, я надеюсь, YouTube не будет заниматься такой фигней. Ну а на этом все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!